Осень – отличное время, чтобы прокатиться по лесным тропам на велобайке, минуя кочки и сопки, зарядиться отличным настроением и почувствовать прилив сил. Это вам с уверенностью скажут участники традиционных велосоревнований «Золотые колеса Подмосковья», которые прошли в Гребнево. Несмотря на довольно промозглую погоду и, возможно, не самые комфортные условия, множество людей из Подмосковья, а также из Владимирской области и Тверской решили сегодня показать свои возможности в этой велогонке. Количество кругов у каждой категории разное. По времени, например, маленькие едут у нас 10 минут, а уже самые взрослые едут 50, около часа. И, соответственно, здесь кто первый придет, тот и победитель. Организаторами соревнований является Федерация велосипедного спорта Московской области. Трасса, выбранная для соревнований, оказалась совсем непростой. Она включала в себя спуски и подъемы, а также витиеватые тропинки с корнями и прочими препятствиями. Но тем интереснее было проходить конкурсное задание, в особенности самым юным участникам. Мы в Твери сами. В Твери у нас шоссейная очень сильно развита. То есть катаемся на шоссе. А так как сезон закончился, мы приезжаем теперь вот сюда вот докатываться. А почему тебе нравится кататься на велосипеде? Потому что можно чаще игольник, не дай получать. Надо разминать колени, потому что когда ты крутишь, они у тебя сгибаются. Например, коленями вот так. Ну да. Ну да. Легче будет крутить. Главной целью соревнований является пропаганда здорового образа жизни, а также повышение уровня мастерства у тех, кто занимается велосипедным спортом. В качестве гостей на соревнования «Золотые колеса Подмосковья» приехали люди, которые уже являются настоящими профессионалами в своем деле. На этой трассе у нас, такие как Дмитрий Розанов, трехкратный сурдолимпийский чемпион, начинал свой творческий, скажем, путь. Ну и многие ребята, которые выступают, ну у нас основные дистанции шоссе-трек, но байк используют как тренировку и, в принципе, иногда участвуют на этих соревнованиях. По итогу соревнований в каждой возрастной группе были определены лучшие спортсмены. Именно они оказались самыми быстрыми и первыми пересекли финишную черту.